друзья всем привет с вами снова добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня на канале будет очередное сравнение очередная битва на этот раз мы посмотрим на телефончики из среднего бюджета по цене примерно 15 16 тысяч рублей это очень конкурентный класс телефонов и в этом классе огромное количество смартфонов от китайских производителей естественно тут у нас и realme и сяоми и различные техно и infinix и в общем огромное количество моделей и для нас покупателей это большой жирный плюс ведь выбирать реально есть из чего эти две модельки абсолютно новые с пылу жару realme c67 появился в продаже в январе ну а spark 20 pro в декабре по дизайну телефончики конечно же выглядят значительно привлекательней и значительно интересней своих денег вообще в данном случае мне нравится дизайн спарка гораздо больше за счет вот это вот материала который напоминает кожу эдакая эко кожа с очень приятным рифлением и рисунком который действительно очень хорошо противостоит появлению царапин ну естественно отпечатков пальцев на нем абсолютно не видно телефон от realme смотрится тоже очень нарядно благодаря вот этому фирменному цвету такой вот лаймовый переливающийся имеются здесь такие насечки из-за которых солнце и лучи света очень классно переливаются здесь у нас тыльная сторона матовая но вот за исключением верхной вот этой части где глянец поэтому тоже особо отпечатков пальцев здесь незаметно ну а боковинки понятное дело пластиковые но у realme смотрится поинтереснее более такой вот матовый металлизированный материал который действительно на ощупь напоминает металл хотя это конечно же пластик у тех на все-таки боковинки смотрятся но гораздо дешевле чем тыльная сторона здесь такой вот глянцевый дешевый пластик с точки зрения модулей камер здесь опять же таки как мне кажется тех на выделяется огромный такой вот островок прозрачный на котором находится металлические глазки камер в общем-то этот модуль действительно как будто прямиком сюда прилетел из айфона но это все-таки больше дизайнерский изыск и сами глазки камер здесь гораздо больше чем моих реально возможности по сути у тех на модуль рабочий это 108 мегапиксельный ну и плюс два дополнительных датчика 2 мегапиксельная макро и датчик глубины у realme по сути мы видим один рабочий модуль он тоже на 108 мегапикселей и второй глазок тоже датчик глубины ну а вот фронтальные камеры отличаются кардинально у realme это очень-очень скромный 8 мегапиксельный модуль а вот у спарка 32 мегапиксельные честно говоря это одна из лучших камер фронтальных которые вы можете найти в этом бюджете что касается размеров то здесь аренами выигрывает он тоньше и легче семь с половиной миллиметров толщину а spark 8 с половиной но и риме весит всего лишь 185 грамм а spark весит более 200 скорее всего это из-за вот этого огроменного блока стеклянно-металлического который ну реально создает излишний вес и если вот таким вот образом телефон держать ну вот сразу видно что баланс нарушен и вот эта часть перевешивает с точки зрения органов управления все похоже с правой стороны у нас кнопки включения и клавиши регулировки громкости с левой стороны полноценные сим лотки на две сим-карты и излишки причем у обоих телефонов имеются силиконовые прокладочки снизу динамики type-c микрофон и три с половиной миллиметра и опять же заметьте насколько все похоже такое впечатление что это два брата ну а сверху мы видим у тех на решетку динамика а у риме микрофон оба телефона у нас поддерживают стерео звучание но вот у тех на имеется дополнительная решетка сверху чтобы на звучание было более правильное и более четко экранчики тоже очень похоже у тех на это 6,78 сотых дюймов full hd у риме это 6 целых семьдесят две сотых дюймов full hd но вот с точки зрения рамочек как говорится комментарий излишний посмотрите какие тонкие изящные рамки у нас у риме и насколько толстые и здоровые рамки у нас у тех на несмотря на то что риме это тоже сегмент бюджетные это серия c здесь все-таки они постарались сделать экран более нарядным ну а spark да он не чурается того что это недорогой телефон поэтому у нас в общем и целом корпус больше за счет подбородка и за счет толстых рамок с точки зрения настроек экранов здесь опять же таки в принципе можно сказать что они плюс минус идентичны но яркость у риме все-таки будет чуть выше и на улице будет но попроще разглядеть все что происходит на экране хотя опять же повторюсь это не амоледы поэтому рассчитывать на то что в яркий солнечный день будет комфортно пользоваться экранами на улице ну конечно же не стоит но тем не менее повторюсь у риме экранчик мне нравится больше с точки зрения оболочек здесь у нас урезанная оболочка у риме это естественно риме юай но она облегченная да это младшая версия серии c поэтому здесь не полноценный риме уай 4 а такой вот кастрированный скажем так здесь у нас фактически нету возможности по кастомизации персонализации и по сути здесь мы получаем такой вот ну голый android с какими-то дополнительными фишечками у спарка же в данном случае это полноценный хайос версии 13 5 здесь собственно говоря есть и возможности кастомизации персонализации и очень расширенный функционал имеется здесь и dynamic порт и смарт-панели turbo соцсети игровой режим в общем очень много всего причем аля динамический островок есть у обоих телефонов вот таким вот образом он зажигается и появляется у риме и вот таким вот образом у тех на спарк в принципе функционал не настолько расширенный как у apple оба телефона у нас поддерживают повышенную частоту обновления экрана но если у риме это 90 герц и здесь есть выбор либо авто либо 60 авто подразумевает как раз таки 90 герц то техно умеет 120 90 60 и авто в этом плане конечно он поинтересней с точки зрения производительности риме построен на базе но относительно скажем так свежего snapdragon 685 но несмотря на то что это 685 по сути он отличается от 680 только небольшим разгоном и ожидать от него какой-то производительности не стоит в то время как техно построен на базе довольно популярного мтк g99 который обеспечивает довольно неплохую производительность телефона в двадцать четвертом году ну а вообще давайте посмотрим на цифры ну и как говорится разница очевидно практически в полтора раза превышает у нас показатель анту у спарка по сравнению с риме c67 и если риме в принципе позволяет вам поиграть в тот же pubg call of duty ли стендов без всяких проблем а то в геншине уже будут ну скажем так некоторые проблемы и в тяжелых сценах телефон откровенно начинает подтормаживать у спарка никаких проблем опять же где расстраивает риме и радует сек на это с точки зрения скорости накопителей у меня оба телефона в одинаковых версиях 8 256 но опять же я получаю в три раза выше скорости утек на мы получаем ну скажем так почти что 300 мегабайт на записи на чтение у риме и почти тысячу мегабайт у тех на в общем здесь опять же игра в одни ворота но и в троттлинг тесте мы тоже видим вот такой вот не очень красивый график у риме имеются некоторые проблемы скачки причем что самое интересное телефон то особо то и не нагревался и в играх тоже каких-то прям вот значительных нагревов не было но все-таки mtk g 99 более холодный процессор и действительно позволит вам дольше наслаждаться тяжелыми игрушками без перегрева с точки зрения модулей коммуникации здесь все идентично два диапазона вай фай bluetooth версии 5 2 модули nfc но опять же при подключении к одному и тому же роутеру я получаю скорости почти в полтора раза выше именно у тех на я был подключен по 5 гигагерцам и получил 200 мегов на скачку и загрузку риме и более 300 у тех на но и в тесте на gps очередную оплеуху дает тех на риме здесь мы видим точность 2 метра у риме 6 метров но и плюс спутники риме искал гораздо дольше чем тех на в общем вот такой вот получается курьез и парадокс если раньше именно процессор mtk страдали проблемами с поиском спутников то теперь почему-то вот снапдрегоны имеют такую проблему с точки зрения автономности примерно все одинаково в одинаковом режиме работы телефончики живут полтора два дня с точки зрения заряда опять же таки все идентично 33 ватные блоки есть в комплекте и заряжаются телефоны примерно за час 30 час 35 но из точки зрения звука оба телефончики у нас обладают стереодинамиками но опять же таки оба телефона имеют гибридное стерео то есть снизу мы видим полноценные выделенные мультимедийные динамики но а вторыми динамиками выступают у нас слуховые которые естественно звучат тише давайте послушаем как звучат телефончики риме потом тег на а 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 ну и честно говоря а выявить здесь победителя я не могу на мой взгляд звучат они примерно идентично до громкости здесь хватает в обоих случаях но мне кажется что немножко немножко скажем так позвонче звучит риме кому-то это может понравиться в любом случае радует то что у обоих телефончиков имеется у нас три с половиной миллиметра так что любимые ваши композиции вы сможете слушать с помощью проводных наушников ну и хотелось бы поговорить конечно а фото и видео возможностях основные модули здесь на 108 мегапикселей поэтому ну по идее должно было быть все идентично но модули настроены по разному мы получаем ну по крайней мере на экране смартфона более яркую картинку именно у риме но с точки зрения динамического диапазона мне нравится то как показывает тех на на этом кадре тоже видно что детализация у тех на ну и цвет передачи опять же более близка к натуральной у риме все таки она такая более пастельная здесь тоже прекрасно видно что детализация у тех на выше мы более четко видим все кирпичики но а у риме они получаются такие немножко более смазанными ну а на фронтальную камеру здесь тех на в одну калитку выносит риме все-таки 32 мегапикселя демонстрирует более высокую детализацию четкость на более того здесь еще и правильная цветопередача у меня правильный тон кожи правильный цвет футболки но вот у риме все уходит в какие-то розовые тона и фотографии вообще получается какая-то абсолютно холодная да так что с точки зрения фото все-таки как мне кажется тех на демонстрирует чуть лучше результат но вот с точки зрения видео а здесь опять же тех на выносит риме практически в одну калитку он умеет писать 2к 30 кадров как на основной так и на фронтальный модуль фулл hd 30 и 60 кадров а вот риме умеет всего лишь фулл hd 30 давайте посмотрим на примеры ну и сейчас мы сравним как записывают видео у нас риме c67 и спарк 20 про риме умеет записывать только фулл hd 30 кадров в секунду ну а спарк умеет и 2к 30 и фулл hd 60 сейчас записываю на риме фулл hd 30 на спарке фулл hd 60 и вот такую картинку мы получаем дуэт ветер послушаем как будет это слышно насколько сильно ухудшится качество звука ну и риме традиционно у нас допускает перешарп кто-то может сказать что это резкость это детализация нет друзья это называется перешарп когда объекты в кадре смотрится более грубо и резко чем они есть на самом деле у спарка картиночка все-таки более естественное натуральное и мягкое ну и цветопередача смотрите серая угрюмая у риме и более такая жизнерадостная у спарка но зато у риме есть стабилизация и можно включить ультра стабильный режим вот смотрите более плавная картиночка получается у риме нежели у спарка но здесь как говорится на вкус и цвет кому что больше нравится либо более плавная картинка 60 кадров либо стабилизированная на фронтальную камеру опять же full hd 30 кадров в секунду риме full hd 60 кадров в секунду спарк спарк умеет и 2к 30 и на фронтальный модуль тоже и картинка на фронтальный модуль тоже очень сильно отличается серая у риме и более цветастая у спарка посмотрите на разницу в цветопередаче и посмотрите насколько сильно у нас засвечен задний план у риме небо вообще не видно ну а у спарка я вижу голубое небо ну и плюс ко всему 60 кадров в секунду зато у риме есть дополнительный режим супер стабилизации более плавная картиночка получается и стабилизированная этого у спарка нету но как мне кажется вот сейчас я иду я не могу сказать что у спарка какая-то очень трясущаяся картинка ну напишите в комментариях вот такие вот два очень похожих смартфона похожих по цене но таких разных внутри по технической составляющей и возможностям ну и как бы я хорошо не относился к риме как бы не любил все то что делает концерн bbk я вынужден сказать что в данном случае на новичок новичок в этой лиге техно spark 20 pro фактически вынес риме в одну калитку ну а вы обязательно напишите в комментариях как вам кажется кто справился лучше носим все с вами был айс всем пока